ладно поехали короче ведьмака завтра d2 да нет так чё на чём там остановились у нас какой-то тут квест был недалеко я уже все позабыл даже кнопки забыл какие-то нажимать хотя и особо и не знал какие нажимать мы тут с вами что-то нашли но в итоге не нашли да так давайте смотреть чем с там по задачам а я вроде бы школу грифона искал найти чертеж для улучшения доспеха используйте участь матч еще так куда мне надо мне надо аж вот сюда я помню по дороге вот типа пока сюда бежал заходил по всяким местам до школа кота вот здесь у нас недалеко хорошо поехали понимаю библик на козырек спасибо за клина не уменьшение передай а я старт призывает большую группу они маю вот и пообщались чё ты выдела с нами уже два месяца блюк группа сообщение да есть рачки подчёркивания дачки призывают в руку к логарным кота веном с звук за на основную клыкастую брукс выбираю остановились на бруксе роде точно точно три дня соображает от мелких геральт раздает по щелчим и и все позабывал я скучу короче белки геральт это самый жесткий дебаф который есть надо его сделать в дебаф и не в паф и прям жесть более надо было давным-давно сделать себе какой-то нейтрально нейтральную типа баф и дебаф и нейтральная шла мне часто какие-то нейтральные посуды как бы которые могут и в баф и в дебаф и быть так а чё там я какие-то игни использовал помню было что такое да как же я все позабывал рачку подчёркивание за и на время замораживает куда ты побежала падла ты убежишь я потом не найду молодец умничка что еще могу сказать так там где-то брукса сидит пердит амурами тут горит варь и тетя на еле-еле горит на понимаю еще бы одну до призывают это за бурита серьезно понимаю понимаю спасибо пузинк 0 не видно ни черта кому ой плохо как мне ой как плохо ой как хорошо стало а ястер прикладывает подорожь маркера вохуден бьет в губиной шамане в хорошую победу плюс 124 призывает на минусную клыкастую брукс а третья да блин котейка она их походу не видит давай грызи их интересно если брукса горит то ее котейка грызет она типа погаснет ой а не попал да еще на мелкого геральта сделать звуковой эффект чтобы у тебя голос менялся на соответствующий да это было бы прикольно я как и думал об этом но сейчас у меня к сожалению эффекта не было бы повесить не было бы котейку на помощь геральту в моем сетапе ангиры облопризывают двух порах на морс отдать цветочек не могу зайдет слушай котейка вроде бы не могу понять вот он горит и ты бля она их тушит так горит не трогай ее это его валют вален и тут пасос оказался ну как так-то вроде что же думаешь ты как-то как партер это может тебя подвести вот так да ты сегодня загоришься нет у меня да ё-моё ну кому гори 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 моргиш бруксу душные конечно здраво подчеркивание 163 сообщает фон привет дорога у тебя все хорошо и никто тебя не обижать и все хорошо крепко обнимаю жмуруху и шлепаю по попке то есть риверди юзает лунную пыль потому что она не работает ну в смысле она работает они типа не исчезают но ну кстати против пантеры с пантерой возлежит это будет плюс проблема в пыли в следующем они по-прежнему ты по-прежнему по ним не можешь попасть когда бьешь ой 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 летит 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 я не ту кнопку нажал астеркс внимание успех накладывает на геральта случайный бац передает помогаю раз сковороткер накладывает замедление на геральта уме астеркс подчеркиванию накладывает на геральта случайный бац и передает помогаю overs ватпудинг взламывает клавиатуру перемешивает основные кнопки управления здорово так как матов сетях перекатывать хрен пойми куда как же хорошо считаю положительный век понимаю с подчеркивания накладывает на геральту случайный баф и передает помогает да как вперед-то бежать вот так ну подожди твою рейтинг сухо не дали даже договорить этого человека разница когда грамм передать за прогресс хорошо вылил под ним все равно не попасть но вот по поводу пантер да надо было на кидает все позабывал аж говорю 100 лет не играл crazy спасибо дайте управление давно не заходил ну пожалуй стоит урокер призывает сильвана и группу суккубов и передали а ее любимая моя любимая смена призывает милую котейку на помощь геральту специально душу 3d2 пошел я знал что так будет я поэтому и хотел как бы тут видеть тут не пообщаться с чатом просто пенетрирование беги геральт беги геральт надо бежать хорошо так 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 где вот мимо от не она о так быстро все что забывал держим расстреляет мистический туман вокруг геральта спасибо дэмс дэм рачки подчеркивание дачки на время замораживает геральт едите в хп у интер подчеркивание астрос пыляет мистический туман вокруг геральта и сила призывов увеличиваются сраные рута и чат были знать слова страны рута нечат а по-моему самое часто употребляемое слово все у всех устремилось по 2 т.в. сковер оскер прикладывает по дорожных геральт лима подчеркивание девич призывает милые котельки на помощь геральт а я еще разобрал я не вижу чузар корова 50 месяцев камон с нами уже 50 месяцев как горыч призывает левый геральт рачки подчеркивание дачки на канале из геральт а а а а а а а а фантомик 87 6-месячная подписка остались за один месяц и бурита большую группу нихеров но это чузар норма и г не передает такую информацию сейчас тебе выдам чузар а ну проверяем а кстати это я вроде должен смерти добавлять да к сожалению в игре нет такой информации количестве смертей поэтому ручную приходится так здорово время души какое не время да чуть похоже твоя с этими разберусь хотя ты же рандом и муж накидывать ай ладно души вдруг там выпадет убить всех а я не против такого рачки делал кровель на геральту случайный банк дел на геральту случайный банк фантомик 87 бьет здорово заходим призывает белый группу при вот едем призывает токсичные вот будем призывает кожевый ленин вот будем призывают ну давай убейся клобов убейся клобов вот будем призывает группу рахноморфов ну давай да ёб девушки на время ну это не серьезно хорошо а а так туман прошел отлично ой там еще матриарх летает забавно ладно пора мне кажется пора делаем распыляет мистический туман заход керах девушки на время заморадует геральту 5 бурита 5 а это клавиатуру взломали понимаю так хорошо этого я поджег а а я а а я вообще начну об царь он приносит припад подорожных да он так биги биги геральт им призывает истинного глухолеса так хорошо выходим из тумана ахилец то я сегодня буду алло игра спасибо блин надо управление подождать ну и хил бы подождать девушки мы распыляем мистический туман вокруг геральта о кстати не супер мелкий туман получился в пыдинг распыляет мистический туман вокруг геральта фантомик 87 да камон заморозили на геральта рачки подчеркивание рачки на время заморозили рачки рачки подчеркивание да в управление вернулись все поехали бля надо хоть что то намазать меч там спойлерот распыляет мистический туман вокруг геральта бля я ж ни черта не вижу бля бля еще и гроза вот бля распыляет мистический туман вокруг геральта бля едва но надо фельд брукс а неподавtery фа Бэм! Хорош! Да какое уменьшение! Преперемотка, да. Мать, слепота! У Путинка там просто миллиард бурита, так что да. Ой, как больно, как больно. Кушай картофель. Так, так, так. Девчонки призывают не более котей. На помощь герой. Не-не-не, что-то мне больно. Тупо АОЭ зацепило. Тупо зацепило АОЭ. Эх... Я ведь специально пососы в Ведьмаке делал недорогими. Типа... Думал, ну Ведьмак там на стримах 500. Вот. И... И чтоб, типа, на каждом стриме что-то происходило. Надо их недорого сделать. Это, кстати, отличная идея была. А потом у нас еще Гостов Тусима будет. Эээ... Эээ... И во время Гостов Тусима вы тоже не собираете пес. Геннус 76 прикладывает подорожник к Геральту. Спасибо за подорожник. Чуть-чуть не успели. Так, не фиг было делать АГРУДУБИ. Так, блядь, СГГ. Да я же говорю, тут СГГ, ну прям, ну максимально не вовремя. Давай, Сильван, по пузу тебе. На-ка тебе, будешь знать. Ой, блядь, Склопендра. Так, хорошо. Я уже все позабывал. Девушкин призывает летающего Грифона. Девушкин призывает летающего Грифона. Давай, давай, гори, гори. Хорошо. Грифоны горят только так. Да ну, ё-моё. Заходим. Накладывай шипы на Геральту. Там. Так, так, так. А чё я горю? Девушкин достает пощечек. Диаблет призывает мне Грифона. На помощь Грифона не передает. Второй Грифон с Грифон. Это хорошо одобряем. Где мой хп? Да лол. Вообще без шансов. Надо сделать динамическое ценообразование. Ну, как ты себе это представляешь? Я себе этого не представляю. Так, чтобы атаковать чудище, придившей нематериальную форму, заставьте его. Ну да, типа это лунная пыль, все дела. Но... Брукса, она всё равно слишком шустрая. Хрен ты по ней по... Да иди, где мой хп. Так, хорошо. Да как ты это сделал? Я ж чур знает где тебя был. Надо... Я... Я реально всё позабывал. Надо не перекатываться, надо уклоняться. Когда Рычер издаёт пощечины. Вручную те же цены можно... Нет, я к тому, как вы себе это представляете. У человека... У человека одна цена. Я её переключил, он донатит на старую цену. В итоге ничего не происходит, потому что новая цена... Не, ну это тоже ужас. Если ещё за песо, то ладно, это ещё и реализуемо. Ну, понимаете, я для себя понял одну вещь. Я этим слишком долго занимаюсь, я понял одну вещь. Чем сложнее ты что-то придумаешь, чем... Чем больше усложнений ты делаешь в понимании... Тем это хуже. У меня были очень много разных сложных идей. Но я просто понимал, что это... Ну, это будет слишком серьёзное усложнение. И никто не поймёт. Сейчас люди заходят и ни черта не понимают. Я рад, что, как бы, потихонечку... Этот интерактив... Появляется не только у меня, а у популярных стримеров, типа Кексы, типа ВЛГ и так далее. Они как-то популяризируют эту тему, и люди начинают разбираться. Потому что сейчас, когда новые человека ко мне приходят, они нихуя не понимают. Что происходит? Что за песо? Что за рубли? Что такое интерактив? Никто черта не понимает. И просто эти люди, типа, смотрят, что за в их канале? Пойду-ка я отсюда, и всё. И это довольно долго продолжалось. Просто из-за того, что у меня небольшой канал, людям тяжело. Едите, я замёрз. Ха. Хорошо. Так, леший. Сюда. Камон. Да камон! Где-то там. Камон. Ой, спасибо. Бля, я бы с вами это всё ещё подсуждал, ребята. И тут как бы проблемы, блядь. Да ну ты достала, тварь. Скоро Ростер накладывает замедление макера. Да кому? Ну ты куда ты катаешься? Елчат. Не раскручивает планету. Умаёшь. Умаёшь. Это просто неспешное прохождение. Игра великолепная. А до киберпанка ещё куча времени. Его наверняка ещё раз перенесут. Умаёшь. 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 А как же общаться? Давай обсудим холодос. Кстати, холодильник отремонтировали. Там, короче, проблема была в дверце. Она отвалилась, можно так сказать. Вот. И оказалось, что у нас холодильник, в котором можно дверцу перевесить на другую сторону. Ну, то есть, типа, двухсторонний холодильник. Нехорошо. Вот. И, короче, батя разобрал... Да юб твою мать. Батя разобрал дверь и перевесил её на другую сторону. То есть, у нас дверь теперь открывается не в ту сторону. И ты когда-то хочешь заглянуть в холодильник, тебе приходится прям ужаться в угол. Кстати, в киберпанке настройки персонажа ограничили. Я, на самом деле, сейчас какой-то пошёл хайп. Вот. По поводу киберпанка. И очень много всяких новостей появляется, что что-то там ограничили. После первой новости про ограничение... Я не помню, что там было. Но какая-то была новость про ограничение. Какой-то лютый хайп пошёл. Видать, эта новость собрала много просмотров. И все начали писать о том, что что-то... Что-то киберпанка ограничено. Каждый, бля, новый день, появляется информация о том, что что-то киберпанка ограничено. Поэтому я бы не верил в это всё говно. Это очень попахивает желтухой. Прямо очень. надо это все проверять потому что реально пабликов пиздец просто в каждом паблике а и там это порезали то порезали киберпанк уже не тот киберпанк не та игра которую ждут прям блять все об этом трещат первой новостью было про тюнинг автомобиль не было еще раньше тюнинг автомобиля это уже где-то наверно третья или четвертая новость которую я слышал после я не помню чтобы самое самом начале ну короче вот я я бы пока не спешил потому что сейчас реально очень много какой-то спекуляции по поводу киберпанка flow 2 и резидент сломал мне жизнь так что я ничего больше ждать от игр не буду никогда это тоже верно я тоже очень сильно разочаровался но по поводу резиденты было мне в принципе он зашел и я был доволен да он был мега короткий да это не походило на полноценную игру но тем не менее играть было очень интересно для герой ты будешь кп регенит что с тобой происходит но это просто удаляем тупо не регенится самое грустное что я слышал они вырезали позиционирование игры как рпг но типа да не из информации игре вы вырезали приписку рпг не знаю ребят но там в любом случае будет прокачка скиллов то есть это уже как бы рпг не знаю посмотрим я как бы ну вот сейчас реально очень много спекуляции по этому поводу поэтому я вообще никак на это не реагирую надо ждать надо ждать но вот какая какого числа выйдет 20 21 по моему числа выйдет и еще одна вот эта пресс-конференция найти теле как он называется это на стриме будут показывать новый трейлер новый геймплей так далее вот я вот это пожалуй дождусь и там уже буду судить не за месяц короче постоянно совету от этих чуваков которые застрали того как их сайт exhibit по моему я иногда их посматриваю ля какие же они токсики просто максимально они все говнят то есть то что они заговнили тло 2 им тупо повезло потому что она реально оказалась говном и все их начали боготворить что они типа такие все честные но я как ним не зайду они просто все говнят у них все в говне такие тупо токсики тупо токсики просто все говнят не знаю может кому-то такой контент заходит но я прям что-то уже вообще не могу смотреть на меня типа было интересно а что они говорят про другие игры я был очень сильно разочарован они по делу говнят мне очень нравится ты же у нас фантомас говноец вытереть их просто будешь покусал мы чуваки ну как ведьмака то играть не меня ебут извините за выражение а что с подчеркиванием а прикладывает подорожник здорово здорово крик с подчеркивание 47 с нами уже пять месяцев да короче все играем хватит трещать играем все серьезно начинаем стоишь профессионал киберспортсмен по этой игре сейчас грифонов удаляем из игры связь зря точно максимально дропа иди в гномов и выше интересный не хера себе когтейка заводшотила гулю гулю точнее это одобряю геральт откуда ты набрался таких словечек ты что киберспортсмен не должен умирать так хорошо эту группу разобрали сохраните меня чат пожалуйста как же хуан подкручивает бурита а вы чем не убили мобов где они делись ламбер 83 прикладывает подорожник спасибо давай 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 грызи 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 давай хорошо а вот так тебе покупку хера себе ты серьезно давай да камон геральт что за женская походка у тебя так где-то матриарх летал но я я так понимаю три врага лол так вы по вы походу реально выпал уничтожить всех врагов я даже не заметил прекрасно здорово как дела покажи что умеешь пень хорошо открался незаметно вот старый дед так значит нам сюда поехали я был их накладываю я не могу залезть ладно пойдем пешком больно надо было что заголовок пара новых деталей слоу 2 теплая кровь расплавленная я видел на ютубчике есть кстати видос очень прикольный там из двух частей состоит он 20 деталей фло который вы не заметили но только на английском там действительно когда кровь расплывается из-за из-за своего тепла снег такой типа уходит ну короче там очень много всяких деталей и я техническая часть в поп просто нереально теплых расставляет предметы из инвентаря тоже намокать если намок рюкзак вау а ножом разбить стакан на столе нельзя это очень много деталей прям прям жесть из детальных игры я еще даже не видел так а что тут у нас а этот по-моему был нет мол о чем тут сохранение него по-моему я сейчас сюда ворвусь и они меня начнут наваливать особенно кринжовый стелс выполнен божественно нет я говорю про детали именно в графике именно в геймплее я не знаю я не особо стал сил мне понравилось то что в тло 2 может было не так уж сильно стулсить как в первой части все-таки ресурсов было поболее чем в первой части но понятное дело что вторую часть игры я проходил на легкой уровне сложности это понятное дело но первую часть вот прям можно был так сейчас я подойду к этому капитану здорово аристократ и он не наваляет нет я подходи а то будет одним трупом больше что-то делается мы будем призывает большую группу топ саде и думаешь я куплюсь на такую мать моя мужики за виллы я уже надо остаться этими мужиками за виллы мужики помогай надеюсь вы бессмертные я были призывает большую группу топ с слышь ты не меч а они не бессмертные вот кстати тот кто в файт не вступает а просто мамаши трубой до сих пор жизнь замораживает геральту на геральту случайно ибо вооружу уничтожает часть призванные крестьянин ты какого хера меня берешь придурочный что ли кому он придурок блять но я надеюсь на меня типа все село потом не согрится но дебилы так постоим побердим для женщины пришли пора валить яду на соседчатая вечеринка а то то женщины пришли так падла блять дихюран бронированный так камон что-то больно как-то я так жил сейчас уверять не не нельзя и то так что там по токсикации пока нормально надо вот этих женщин как-то прибить и тогда все будет хорошо да как ты меня зацепил это жесть начинается да сраный ты сильван а он его пожил ни хера он горит одобряем так хорошо балет су кубки поставить сильванами ходит вообще от них не отходит чем туда вернемся и тить котик так что тут охраняли я уж все позабывал этот кнопка на школа кота ну да я сюда и за этим и пришел что происходит здарова дорогуша ты бы это прикрылась так остался а двое выходим прижимая в дырку попал чтобы мог подошли бы мастер по дыркам так надо обходить мое преимущество это мозги я могу приведить различную тактику против них так гори хорошо все минус вот как ты тут вылезешь вообще лестница да кому так поехали поехали это ж фэнтези ну да спасибо за подорожник и это сейв самое главное да просто это скалопендра она где-то походу спаунится в каких-то пещерах или еще где-то где нет лестниц никаких я ее добавил хрен поймем дадим дусь призывает токсичную добить мая дева хп так камон так это минус там говорят хайповоз готов зарядка завершена у вас чате тоже это написано у меня там просто что-то пишут зарядка завершена а да просто за твич каждый день что-то новое выходит да просто за твич каждый день что-то новое выходит это больше круто вспомнить твич вот я не знаю года два назад и сейчас это прям две разные платформы твич каждый день что-то новое выходит твич каждый день что-то я просто читаю таки химору как открытую книгу ой блядь приквалил изи кихимора самое главное новшество теперь вам не обязательно загружать все размеры смайлика в твич самский дирижут остальные размеры надо проверить я сегодня утром читал об этом надо проверить как это будет работать потому что если там какое-то машинное обучение которое это круто делает это круто если это просто ресайзинг обычный там то это не круто а что по смайлам ждем ждем очередь у меня на август на середину августа то есть еще полметь еще месяц и будем рисовать новый смайл а 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 и так далее он горит сейчас все уже прописано и то есть довольно легко как бы не знаю может для него легко можно замблять систему наведения ядерных бомб создает им для него это все легко можно я как бы жить буду ладно у меня есть огромнейшее преимущество это тактическое преимущество я быстро я могу быстро отсюда свалить до свидания наберете медведь его черного делаешь мы будем призывает большую группу токсичных андреак мы будем призывая мы будем призывая мы будем призывает большую группу сирен и гад мы будем удалить всех лавов давай ну чему так везет какая матриарта нахер мы будем призывает ну это какая-то жесть а может я бегать буду а можно я бегать буду уменьшение 3 мы будем призывает камни кожевый леминкер мы будем призывает вот пути ровного черного тролля вот пудинг призывает как сшим на пике мах вот пудинг призывает мертвого института вот пудинг уничтожает часть мобов давай будем призывает группу тьма ников в эту призывает бронированного черного тролля пудинг накладывает на геральт и случайный бак адмирал бог чанкс прикладывает подорожник геральт это хороший звук но это не то что надо диаболик призывает бурить маников диаболик призывает огромного летающего пудинг призывает бронированного черного тролля диаболик призывает большую группу не так геральт призывает молниеносную уничтожить часть мобов уничтожить часть мобов уничтожить часть мобов уничтожить часть мобов пожалуйста парад лак 1 бус раздаёт пощечек чат ну пощадите ну без мурики давайте просто уничтожьте ну как я-то буду убивать тут понимаете тут бурита наверно призывал мобов на 1020 песо а вы можете за 940 убить их всех понимаете 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 чат это байт пора пора вставать саппорты пора брать руки в свои руки как бы это дело ну и блин как этого должен убивать тут просто какая-то жесть просто жесть просто 55 врагов причем это не какие-то там лошки типа некеров сраных вот вот спасибо огромное призванные нечисто осталась всякая мелюзга это я понимаю это читер зачем здесь у тебя песня не хватало не хватает хорошо наныл набайтил ты хотел написать чё смотришь зла большая бляд 2 2 виверного настой что-то чем когда Yani геральт в откуда вы дает не выбирай в пудинг накладывать давай будем уничтожить маму в верном отряд в пудинг призывает наливает крепко медорухи для гераль в верных матриарх хреново тушь их не поджечь блядь я даже до нее не достаешь комплект для оружия брови рынка его взламывая клавиатуру и перемешивает основные к нему управлять марш это в диабло пойдем пообщаемся сидит я на рожде я были покладывает на геральту заклинание уменьшения вырезать мне вот стыдно такие такие записи на youtube выкладывать ну типа камон там на записях тупо одно и то же каждый раз как забыла использовать интерактив а там нужно в песо перевести обузы переводишь в песо переводишь обузы в песо и потом под плеер идешь и там есть модуль удобный милан от призывает сильвана и группу сукку через который все призываешь прикладывает подорожник геральту спасибо адмирал спасибо большое так значит что мы сейчас сделаем мы короче с вами ждем когда слепота пройдет сейчас вот это все подожди все дебафы подожди мне еще управление перемешано кто не понимает почему это кореева бегаю подождем и начнем потихонечку разбирать по одному дам правда 3 виверны матриархов душат а в целом все нормально верно они тупят хорошо сейчас я подрасту и наваляю здорово бибай боба крулик призывает братьев и геральт колбачо призывает мерзкого инсеклоидов с колоколоморфа так после того как я всех разберу нужно помедитировать обязательно да как как я не был болен по ходу хитбокс больше чем этот геральт по размерам против великанов коротышка имба тут как-то странно работают он иногда короче нарезают очень быстро иногда он с обычной скоростью атакует я не надо это работает я до конца не понял вообще этого ограничения по скорости бега по скорости атаки можно снять и за снимаю привет мистер слоник alert аж в чате не было ты нажимал кнопку там же кнопка но только то есть странно alert в чате был не было шлёрт в чате может типа продлил он сейчас угрызет хорошо деблик призывает большую игру по утопцам ой как же хил как же хил очень нужен спасибо вот этот царств так неверно пока не пулем это блядь еще будет тут мы будем призывает график либо и бэд да камон как же это скалопендра душит вот нажал кнопочку вот так вот надо спасибо огромное так вот ну ты хилится то а блядь и евреи да не съедена я думаю что не хилится вот я на фокапил видите иногда он медленно дерется иногда прямо счет так быстро спасибо спасибо давай нарезай геральт хорошо наружусь фрут так где-то короче скалопендра делась вот это на давай нарезай ну нарезай ну комон так я подрос да матриарх матриарх не с пуль не с пуль самое главное то что каждый ваш хил это еще и сохранение вот это самое главное сюда давай 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 я просто не хочу там еще где-то летают хочу одну спулить еб твою мать что ж так больно бля по моему еще спулил ну а как же я не даю взлететь и кровоток повесил да он истекает кровью на принципе кровоток прикольная тема я накопил буду на поддержке если что говори отлично отлично жусь фрут отлично так пулим еще одну а геральт ага угол это что было вообще а я избил это что щит лопнуло то понятно но как она не про атаковала непонятно для вот как она может поворачиваться геральт или можешь сказать это огромная хрень а ты мать твой ведьмак так есть так спасибо ангелия было сохраняет игру дай бог ему здоровье ну что паскуда там два этих короля ползут огненный трой загорелся бывает а когда все поэты вложил выгни я ну если стукнет то будет больно вот так вот будет как это вышло да да блять так добил да конечно этих троллей очень круто в кучу добавлять незаметно как прилетит по тебе дэмэдж что за раны пиши еще сообщение в чате она мне не прокрутилась картинка а как ты нужны а ты сейчас д2 а это да вот ты решил меня этим напрягать да типа а вот а могли а вот вы а вот ты но это же не я это же вы ля какой ведьмак чузар круто баксов 100 думаю что из вот вот а если ñana ка тебе дед гори Да ты сегодня загоришься Ты же, блядь, дерево Какого черта ты не горишь Спасибо О, я лоу получил Следующая коллекционка обошлась Родбокс, туэтка, медальонг Так что, понял Ну что баксы за хуй комплект Здорово, бургуа, сколько квестов успел пройти? Ноль Но если считать Хвестом То, что я забрал одну из вещей Школы кота То вот как бы да Понял, Шузар Блядь, ну ты когда-то умрешь Какой же душный товарищ Просто капец Ну ладно, Геральт, не расслабляйся Юичи Фрут сообщает Фунбич огромное спасибо за сталкера на тубе Я под него засыпаю Даже скачал Бомбло, бомбло, бомбло Я за что же сегодня Я за что Рад, что тебе нравится Блин, сталкер великолепен Ну как же, конечно, он работает через жопу Просто понимаете После того, как у тебя какие-то супер крутые интерактивы там появились Я не знаю Тот же КТА, который работал просто шикарно Вот ведьмак, который просто великолепно работает И сталкер, блядь Который вылетает Который, блядь, лагает Ооо, ну это вообще совсем другой Совсем другой уровень Хочется все-таки в сталкер как-то поиграть Но, бля, я как вспомню Все эти лаги, все эти баги Весь этот процесс создания интерактива Ну и вон нахер Так А шо это вы все вместе согрались? Я вас всех не звал Блядь, у меня 100% шанс Потому что я их могу поджечь У них там, походу, какое-то сопротивление Типа 50, блин Потому что я их далеко не 100% поджигаю Это не баги Это игра так задумана Да не, я про интерактив Я просто как вспомню Я готовил, короче, интерактив для ВЛГ По сталкеру Но, честно, я просто Я не готов ему такой отдавать И не из-за того, что, типа, интерактив Коренохреново сделан А из-за того, что, блядь Игра просто из дерьма Или нынешний 2 с интерактивом Типа на своем сервере Да иди ты погуляй Куда ты машешь? Взял, увел меня куда-то Там, короче, с линейкой же скверная история Ее запрещают на Твиче стримить Только официальные сервера Официальных серверов, по-моему, по второй линейке нет Или есть, не знаю Ну, это так Не то, чтобы я, как бы, планировал линейку стримить Тем более, с интерактивом Просто к слову В ВЛГ должен понимать, на что идет Потому что сталкеры без интерактива хреново работают Так проблема не в ВЛГ Проблема в том, что зритель не поймет В ВЛГ того, что и поймет Нет, я просто не готов такое отдать, реально Ну, это же полная жесть Это было, это давно было, на самом деле Так что Это еще до До GTA А с чем это связано? Ну, типа L2 Это Короче Нет официальных серверов Сборок серверов То есть Все эти сервера Это все пиратка Ну и, соответственно Разработчики L2 Против такого И деятельности В своей игре Так Я слышу Какое-то полное Говно Но я хочу, пожалуй Вот так сделать Ой, как же светло Да, камон Опять ты Я тебя опять три дня буду колотить А ты-то тут откуда? Я и забыл Так, как же неприятно получается Где разрабы представляли Свою официальную сборку Ну так, наверное, и есть Не, ну есть же типа гибридное ММО Типа Атласа Типа Конана Рачки Подчеркивания Дачки На время Замораживает Геральт Постоим Спасибо Можно ли я раздуть? Понимаю Медееву прикладывает Кое дорожнее К Геральту Мишане был топовый Сталкер Спасибо тебе Ну Он стримил ОГСЕ Старую сборку Которая тоже у него вылетала И он стримил ОГСР По-моему Нет ОГСМ ОГСМ Вообще дерьма Сборка Я, блядь, как вспомню Я не знаю, как он ее Он ее, по-моему, даже Не допрошел Кон с интерактивом Это интересно Но по кону У меня есть кое-какие идеи Если они реализуются Когда Это будет очень круто Но Не знаю На-ка тебе в спину Едите ему хп снесло Нихера себе А еще страшно, что я щит успел На себя повесить А ты мне половину хп снес Успеть, успеть Хорошо Нехорошо Да где мой хп девается-то Как ты мне так щит пробиваешь Так, все, увалим отсюда А как тогда мэтт стримила 2 Если запрещено А он, по-моему, на каком-то официальном сервере Он же вроде об этом говорил Ну, либо до того, как запретили Там же много кто стримил в л-2 До того, как ее запретили Не знаю, ребят Блядь, а почему А, я же посидел, попердел Теперь надо еду опять кушать Понимаю Тесанты круто рисуешь Оформления к разным играм Я про всякие полоски Призывы и прочее Ага Я рисую молекулы Все это в HTML GS CSS CSS Простите Организовывают Вот И потом через скрипты Я этим всем управляю Я как-то Я в дискорде, кстати В трансляцию вел Как я все это делал Довольно душная трансляция Была Ну, я типа дизайнер юзер интерфейсов Как-как-то занимался этим Ну, не-не-не профессионально Еда, да Надо еду ставить Вот, но мне это всегда нравилось А так как у тебя уже готовый юзер интерфейс в игре Если тебе просто его скопировать надо То это прям вообще супер легко Ну, конкретно в Ведьмаке Мне только полоска Зеленая полоска нравится И все Точно ничего тут достойного нет Бля, я тоже так через камни хочу бегать Че стоим? Так, хорошо Она опять на мимо попала ОГСЕ совсем плохо На Т-64 битном движке ОГСР ты имеешь ввиду? Ну, я же тримивал Это было довольно кошмарно Были вылеты Не знаю Может просто сам по себе Интерактив в сталкере душный Я привык к каким-то Больше рофельным интерактивам А в сталкере он более такой Атмосферный что ли Не знаю, ребят Надо будет подумать Нужно что-то новое придумать Когда успел запозриком встать И между душе я матерюсь Да давно уже Да как В смысле я и в глаз попал Я видел как стрела туда залетела Да бери арбалет Ой, Геральт Атакой тормоз Рофель на 4 часа Крошить мобов в Ведьмаке Это да Но Ведьмак хоть работает нормально Но Ведьмаке Типа вот Вы же Бурита призываете А есть шанс Что вы призовете кучу мобов А потом их всех уничтожить Это же великолепно Это же такой рофель С Харим С напарницей 2Би Паровозиками Томасом Ага, ага Но уничтожить им не везет Ляг, больше вот этот душный товарищ Просто жуть Надо, короче, в меч себе Брать пробитие брони Все-таки Никакой там Ни кровоток Ничего Тут на пробитие брони Надо брать Чтобы вот эти товарищи Ни такими душными были Так Ну что Я почти дошел Давайте посмотрю Сколько мобов осталось Где-то 3 моба еще Гуляет Ну пускай себе гуляет Да, идем на зеленую метку А он там кто-то летает А, вот стоит, лол Спрятался Замаскировался Около камня Самый классный интерактив Это Халван Она уже всем приелась Ну, кажется, что бы свое Мне, допустим, больше всего GTA 5 понравился Мы с Локи довольно долго ее разрабатывали И она получилась очень эрофельная Даже себе похолей был топ Я с него начал смотреть фомби Вы про Синерджи? Если про Синерджи, то да Там с Молекулой, конечно, было топом С этим гномом долбаным Что-то, короче, застрял там Он там на месте стоит Жеркиберпанк с интерактивом Но так как я стану Сигнатурным стримером по Киберпанку Я думаю, как только выйдет Что-то, в чем можно сделать моды Для Киберпанка Обязательно С ЛГТА надо будет записи посмотреть А записей, по-моему, нет Потому что там музыка в игре По-моему, на Ютубе там почти все записи стеркнут Это очень всегда трудный стример Это стример, который стримит только одну игру Так Еще минус Так, он что-то летает Но это, мне кажется, непризванная тварь Нет, сирена призванная Нихеросе, некер, мне тут-то валял Так, чат Чат Я как бы не хотел вас напрягать Но можно, пожалуйста, сохранить меня Тебя 3070 Конечно У меня 1070 Ляд, что за некер такие? Я их еле копсую Нихеросе прикладывает Той дорожник, керамика Спасибо Вот так вот вам попка Пускай горит Лола, какие-то бафнутые негеры Я их еле копсую Что за хрень? Лола, реально, что за хрень? Что-то квестовые Да я вроде не на точке с квестом Вот теперь пошел дымать Что-то странное, короче Это вход в нору, накер Здорово, кекс Здорово, как дела? Так Так Хронический камень Сюда давайте все забирать Сейчас будут отлично Может, не надо? Может, больше это не надо все-таки? Одумайся Так, а кого я тут слышал? Чакет призывает большую группу Нектаров Чакет призывает большую группу Утопцев Чакет призывает большую группу Дениров Тур-ьерор захороняет игры Спасибо Блин, это плохая идея по Володе И всех их производствах Если я не стояла Чакет призывает большую группу Сирены Гарня Чакет призывает группу Рахноморфов Да какая паутина хорошая Давай давай забывай Геральт Что? А подорожник вылечил Кстати, а где ФП сделал? Ля, так из-за надо было не слушать, че надо было в Д2 идти Видимость 0, просто 0 Баланс пошел Нет, только не это говно Нет, ну пожалуйста, за что? Чакет призывает силы на игру Ой, вот это очень плохо Да беги! Ну Геральта, пожалуйста! Он не бежит Все, хорошо, он бежит Я застрял Сила призывов увеличивается на 3 Медеева призывает большую группу Блять, как я тут умудрился застрять? Да кому? Хорошо Ооо, Жуси Фрут Вот это царский подгон Спасибо, Жуси Фрут А так вот Будете знать, как толпу призывать Так, сюда Тупо некеры остались Изимут Лол, реально Никеры остались Ну что, паскуда? Был на стриме у Пекса Блять, одна неверная есть Ну ладно Одна, это изи Блять, ведьмак Если ты еще быстро О, о, пантера Иди сюда Иди помогай Куда ты побежала, дура? Давай, давай, давай Да, я ее вообще насрать, по-моему А, она взлетела Все, нет, у меня больше пантеры Ну? Господи, что за деревья тут? Тут Здорово, Лерон Так, хорошо Но, будем считать это все Так, хорошо Здесь гнездо опустошили Идем сюда Потом сюда И потом на метку Тут, кстати, две метки Это город какой-то, видать Стоять Стоять Ой, да насрать на этот лут У меня этого лута уже Не то, что... А, погодите Я желаю его взял 21-й А, нам нужен 22-й А здесь Аж 28-й Ля, я вообще Почти Почти Игру не трогал У меня уже Как бы 21-й левел Какой же я Перекаченный Мудак 16 доступных Пойнтов 16 Само гнездо взорвал Да, взорвал Но я, по-моему, кстати Его не долутал Давайте пойдем Долутаем По-моему, я его начал Лутать И там что-то прилетело От кекса По-моему Походу Я уже не полутайна Либо я полутал Еще одна Гнездо Гнездо Гнельцов Нужно его уничтожить Лол Что это за демеш Вообще Мы еще Они такие плотные стали После 20-го левела У них Какой-то Второе дыхание Открылось Они все какие-то Супер плотные стали Ну ты взорваться Ты сегодня будешь? Да что там, Геральт Куда ты дуешь? Так Что тут у нас? В прошлый раз там камень прикольный был На, в прошлом гнезде Сабля васянского левела Ну так-то она, да Вот это, да? Необходимый уровень 14 У меня уже 21 Она На 7 левелов Отстала, да? Походу надо искать Новую саблю Тут вообще Десятый нужен Что я сделал? Реджу финда Как-то не максимальный уровень при таких волнах Но ведьмак он такой От мобов тут особо левел не идет Тут в основном от квестов И это правильно Я вообще, на самом деле Левелинг от мобов Убрал бы полностью Ну это, кстати А что я реально так не сделал? Ну, во-первых Я так не сделал Потому что я Не играл ведьмака Раньше И я не знал Как тут с этим дела обстоят Наверняка даже есть такой мод Есть мобы, за которых нормально насыпают Ну, может быть Может быть Но обычно там реально копейки какие-то насыпают Так, тут надо Что? Тут надо освободить Понимаю Как же они критуют Так Что ты тут охраняешь, братен? Так Понятно Так Короче Нужно их лутать Есть шанс Что я здесь А что это такое? Есть шанс Что я с них меч какой-то Новый выбью Так Он там про кровь писал Это что надо по крови идти По крови Этериум Я Ну, к сожалению В вынужденном шел Не то чтобы Типа я этого хотел И жаждал Ну, типа По правилам твича Можно стримить только на одну платформу Поэтому Мне либо с твича уходить Либо с гг И уходить Таааак Я подобрал Какой-то новый меч Стальной 7 пробития доспеха Дополнительный урон При критударе Шанс критического удара Модификатор Шанс отрубить конечность Ну, неплохо Тут, конечно, шанс критического удара 20% Это совсем другой уровень На урон Аж на 88 Больше Ну, в принципе, с людьми нет проблем Я их поджигаю И до свидания Шанс вызвать горение Блин, но все эти горения Все эти станы Они сбиваются Повторной твоей атакой Что, как бы, бред какой-то Я вообще не понимаю Зачем так было делать Возможно, это, типа, для баланса Разработчики так решили сделать Я-то не знаю, как оно было иначе Но Выглядит это как бред Ударил по челу Едите, это шо такое Куча стримеров Стримит ГГ и Твич И ничего такого Ну, значит, этим стримерам Еще письмо счастья не приходило Так называемое Лег красиво Едуч Едите, это шо по левелу у него Какой 32-й Ты шо, прикалываешься? Не, ну это жопа Бля, не попал Это не то Не та кнопка Буду стоять до последнего Че, там может Вы меня сохраните На всякий случай Бля, он еще плюется Это какой-то Странный Василиск Но я его даже Поджечь не могу У него там, по ходу Сопротивление За счет того, что он череп Лол Он тут Утонул Ну загорись, падла Давай-давай Сейчас нужно проверить Вообще можно поджечь или нет Если Если можно поджечь То это изи мод Да давай Так, он горит Изи мод Хорошо Теперь главное Не за... Как это произошло? Теперь главное Не зафакапить Бля, все 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 В этот В колышу Видал Ах, чпанет Так, хорошо Да камон Ну надо гореть, братан Так, хорошо Бля, может его еще бомбами поджигать? Чего мне там по бомбам? Ну Блин, если честно Я боюсь его атаковать Я вижу, что у меня баф на атаку выпал Но я лучше его поджигать буду Слушайте, а это у нас что? Это какие-то призрачные существа? Ааа, бестиарий Так, это у нас петуч Ааа, Василис Драконоиды Просто У них Очень непонятная атака Вот прям Максимально непонятная Бомбы мало дамажит Они зато поджигают Это основное Требование Ааа, видите как он горит? Я так понимаю Горение тут от процента хп зависит Поэтому и угни прям Самое топовое, что есть в этой игре Можно разбирать любого моба Если он горит Блять Ой, хорошо Слушайте, у него не такой высокий дамаж Я думал, он это ваншот просто Так, хорошо Половина хп преодолели Странный у него мувсет Может за то, что он черепок Яд разве тоже депроцентный? Может быть Но у меня нет как бы яда из руки Выпускать, понимаешь? А у Игни откат очень быстрый Плюс шанс поджечь Топ Игни откат подчеркивание дочки на время хорошо бля я завис да камон ну ёма а я все еще заворожен понял так хорошо вот это конечно новое вам познание в игре о механике игры так как так хорошо еще разочек нельзя 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 геройствовать вдвойне будет обидно сейчас умереть не могу еще поделать самый долгий файт в моей история так а мы где-то с вами сундук видели опять свадебное путешествие короче невестами быть в этой игре такая себе история доспех охотников за колдунами сопротивление колющим ударом сопротивление ударом ударному урону рубящим ударом и тить колоти тут сопротивление сух весит 5 кг сколько у меня так как то так значит нам вот сюда поехали смотрю это орудия станет чуть-чуть все пооставляли вообще куда-то орудия блять смотрит она в она в березу смотрит и он призывает большую группу сирены гарпи покажи что умеешь сюда гарпи я тетя и башку отрубил красиво застрял ашин так 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 то на геешь вид маке конечно пейзажи красивые прям Гарпи стали так себе для ведьмака Да поодиночке могу и так себе Че он со мной говорит Эй ты, Люд, здесь Риданская армия стоит Прохода нет, не будешь крадать лодки И где же эта Риданская армия? Так ведь я тут стою, не видеть? Я записался в армию короля Родоведа И мне приказ защищать лодки Дрянет они лодки Мне надо защищать лодки Но нет дров на этот забор Но есть лодки Я сделал забор из лодок И теперь лодки защищают лодки Худ гения, блять Кто завербовал тебя в Риданскую армию? Никакой вербы не было А были солдаты Сотник говорит Охранять лодки А то их крестьяне могут украсть Потому что это их Я не понимаю Я понимаю так Конфисковали эти лодки у крестьян И боялись, что те попробуют Свои имущества отобрать Что было дальше? Сотник ушел А солдаты пили И пили так, что ух Я слушал Но крестьяне пришли с косами Я хотел помочь армии Тогда иду Крестьяне в крик Солдаты в крик И я совсем не сильно Они лежат Солдаты тоже А приказ был Охранять лодки Вот я охраняю Я теперь Весь солдат И петь тоже умею Петь? Нет, я уже слышал Не нужно А где тела? Я ни одного не вижу Я был голодный Жалко пропадать еду Крестьян не жалко Товарищей чуть жалко А провизия хорошо Ты съел солдат, теперь ты опасен Понимаю У войны свои законы А люди тоже солдат? Нет Я могу тебя сделать солдат Тогда я сотник Я говорю Принеси краску И людь принесет краску Какую краску? Ну, краску Красную Белую В городе есть Но я не могу идти Я охранять лодки Здорово, бионикс Я принесу тебе краску Оно мне надо Ну, давай Я попробую Я просто интересно Зачем она тебе Хороший людь Риданская армия Тебе Этого не забудет Спасибо Говорит, нет доски для забора Но есть лодки Так, ну надо с этим еду поменять Шо мне там по 80 Останавливать сухофрукты Здесь стоит осмотреться Если хоть башка осталась Сварен кашу Сварен суп Так, а вот и школа волка Так, че там тебе с краской твоей Давай смотреть Это наверное заказы Так, че-то я не вижу Найти краску Доброволезно Только не говорите, что мне надо Черт знает куда идти Нет Но мне надо, правда Объехать будет Ну да Ну поехали Да, спасибо А, плотва, блять Плотва, шо случилось? Ну ладно, поехали, че Да погодите, у меня тут плотва Проблемы с ней Видать, после последнего уменьшения Она там чуть-чуть не увеличилась обратно Но бывает О, спасибо Так щебатор накладывает на Геральта заклинание Слушай, ну так быстрее будет тогда вот так С кем не бывает Да я тоже так думаю Ну с кем не бывает Ну чуть-чуть интерактив завис Ну что, перворашин Скажи рецептик, чего покушать, приготовить Болин Я любитель картошки Приготовь крошку картошку Тупо в духовку Купи большую Большой картофель В фольгу его Потом в духовку На два часика где-то Ну если молодой Где-то на полтора часика Вот Потом достаешь Разрезаешь его Достаешь все внутренности Картофельные Мешаешь их вилкой С сыром и маслом И прям вообще топ Ну и какой-то туда топпинг Можешь сосиски С этим Соусом И мазиком Вообще топ Или горчичка И там уж по вкусу Очень сложный рецепт Так Смятая записка От души попробуем Попробуй Попробуй Я всегда говорил Так ладно Столько он Какая-то собака Которая разговаривает Что Больше она не говорит Понимаю Дайте я чатик С ним что-то странное Происходит Он мне там в скайпе При скольки Градусах Ну это кстати Хороший вопрос У нас духовка Очень странная Где-то 180 Наверное 160 Ну так как она Два часа там Будет готовиться Главное не перебольши То есть не 200 Ставить Сюда меч Серебряный Дополнительный урон При критическом ударе Шанс критического удара Шанс вызвать Кровотечение Блин У меня тут Мощь знаков А на сколько Урон выше 45 Блин Так-то у меня Мечика намного Лучше Просто мыть Как в мундире В фольгу И в духовку Правильно Да Просто мышь Картофель В фольгу И в духовую Печь Так Можете погугли Типа Как он называется Картофель Крошка Картошка Или как-то так Я просто Когда раньше Работал в офисе Я часто себе Покупал у нас Недалеко под работой Был Как раз таки Заведение Крошка Крошка Я не помню Как она На украинском Называется Короче Я там постоянно Ее покупал Это прям топ Ну и потом Как я перестал Работать А картофель То хочется То пришлось Как бы Самим Сарина Сергеевна Что-то придумывать Гуглить Зачем Песа Ну это Типа Интерактивный Стрим Ты можешь В игре Вызвать Всяких Чудищ Повлиять Там я не знаю На мою Прокачку Вот Все написано Под плеером И все цены Это равно Рубли Равно Песа Песа Ты можешь Зарабатывать За просмотр Игры Блин А мне надо Переплывать Все равно Да Я дам Тут перебежать Можно А не Можно Знаешь Украинский Я с Хиева Типа Да Типа Знаю Так А че Она там Кровопица Доброволец На Вот Это Бля Живые Люди Ни Черта Себе Чувак Blackface Осуждаем Осуждаем Тупо Осуждаем Тупо Осуждаем За Blackface Шахтер Это не оправдание Блин Блин А тут Так Уютненько Так Красиво Так Блять Шо за Российские Российские Высказывания В чате Чувак Чувак Так Я готов Я готов Навалять Василиск Понятное дело Интересно Если вы болтаете Это же Василиск Самый Что ни на есть Настоящий Верно Что я там могу знать Я ведь просто Ведьмак Эй Эй Ежели Это не Василиска Виверна Какая-то За что Я платил Отдавай Деньги По-моему Я зря Вписался Давай Герли Врукопаш Ну ее Не Мужики Завилы Так Блять Главное Мужиков Не зацепить И все Будет Хорошо Книжный момент Блять Пужики Завилы А то серьезно Да Типа Виверну Можно А вы в кулак Это уже Пожалуйста Не к нам Это твои проблемы Ведьмак Это твои Зрители И твои проблемы Они за тебя болеют Это да Этого Удив Не отнять Так Ну что Мужики Все Положи оружие Держись От меня Подальше Так а шо Это весь квест Я за вами Приглядываю Сейчас я тебе Твою паршивую морду Бля Мужики Вы нормально Мы только что С вами развалили Виверну Ля Ну и скоты Просто скотины Зачем я ей помогал Там с каким-то Гансом поговорить Я не Я не ввязываюсь Слава Королю Родовиду Подожди Вот Прознают Про тебя Сидел Ведьмак На кладбище Накинул Сверху Рубище Увидел Духа Ударил С брюха Призрак Вдвиг Ведьмак Прыг А я могу Стать Ведьмачкой Конечно Девочка Только боюсь Если я с тобой Продолжу Общаться Меня Блядь Загребут Женщина Вы блядь На работу Вышли С ребенком Да Злые у вас Времена Что там Арут Это видать Просто Звуки Природы Natural Sound Желаешь Если у меня Нет этого Сегодня Непременно Будет Завтра Я бы Хотел Сыграть В карты Я Пришел Не за Этим Ну Блядь Я бы Сейчас Лучше В карты Сыграл Так Что У меня Два Чучела Да Поехали Так Мглу Удаляю Ага У этого Чела Я не помню У него По-моему Дождь Вот Это Можно Убрать Великолепно Баля Что-то мне Мои карты Не нравятся Прям очень Блядь Я еще Первый Хожу Блядь Что я Делаю Камон Это же Это же Не так Работает Господи Как же Я Плох Ладно Бывает Чучело Можно Забрать Так Да Я Хотел Типа Так И Сделать Но Я Забыл То Что Эта Карта Она Не Так Работает Как Там Кстати Работает Выберите Одну Карту Из Вашего Отбоя Ну Да Логично Надо Выбеждать Дальнобойных Отрядов Погода Отпадла Сколько у тебя Так Так И давай Халевную Карту О Сюда Сюда Что Там Был Написан Что То Что То Был Написан Короче Ладно Понятно У него Одно Дерьмо Осталось Так На самом деле Братан Я к тебе Пришел За другими Будет Завтра Какой-то Следопыта Дали Мне кажется Эта карта На единичку Блин Так Что Дальше Краску Надо Купить Сунду 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 Сундук Тут Моего Сундука К сожалению Погнали Обратно Обратно Куда Куда и куда слава королю родовиду держись от меня подальше русские раковины кузнеца на клубой ясное дело помню нормальный мир я подальше да спросить как жена и этим что-нибудь добавит как у него дела говорят что-то у него отцу утащила а он вместо того чтобы поминки по ней исправить пошел ее искать вот и сам пропал через пару дней пёс притащил деревню и откуда пришел к ее семья и смогла похоронить для как-то так с ножом во рту вы общаешься удобно известно кто это его чудовище какое-то одно мое слово только проверять никто не спешит хотя за его башку награду дают муляж шевелись плотва плотва кстати подросла только заметил мы насколько конечно странное управление ведьмаке вот прям чувствуется как она запиливалась под геймпад прям очень странно что невеста летает tricks подчеркивание 47 призывает группу виверн что же не горят хотя похоже не скажу и так горят я понял что ты играешь tricks подчеркивание 47 призывает камнякожевый леминтоли до свидания были она серьезно что ли мой душнина ты крикс внимание на один душный зритель не в сзади ты я это убивать не буду я ядрин вы уж конечно извиняйте до такой душнины я не ожидал блять да призывает не в основе клыкастую начало черташка вашего неудачки на время замораживает геральт пред market one а люди просто ходим это дорога типа в ладе я мы мы чё будем погрязи что ли топтаться это дорога мы шо виноваты что тут как бы големы там какие-то тусуются и газ мы распыляли неколепно короче мне срочно а мы погодите можете сейчас как этот камень называется пробитие доспехов 20 до вот так вот он выглядит 10 если меня нихреновые на эти камни я бы мог обычный по вставлять в меч а давай таки поступим может не так душно будет блять че не тут хамить вставил не нормас 70 да как шо какое пробитие от брони то лол он не работает что ли это что-то не то типа я не так понял чрикс подчеркивание 47 накладывает замедление на геральт спасибо спасибо маслица добавь да будет разница но принципе да у нас магическая хрень на стоит а это замедление было для брукса не души ну камон ну алло ну берелись ну геральт короче я должна поставить обратно камень шипквен заряжать у меня там вроде турели которые нафиг не надо нужно че тут за че тут нормально по квестам шли с вами Turbo nobody любит только появился мету с полвица и не горит так че там магическая тварь да а она голубенькая нет темно-синяя только окна дамы ну да дамыш конечно с 90 стал 87 круто поднялся дело пошло прям видно а куда ты блядь дуешь так давай-ка ты выйдешь из этого тумана на мод который масло подпитывает это круто но это имба и вообще насрать на эту бомбу а подписывает тупо насрать как же хоро да почему я опять блять ни одного ни одной ласточки где осталось я чё сразу по 4 штуки выпиваю так ну шо 103 ну дэмэдж конечно я не могу сказать что сильно блять прибавился спасибо прикладывай подорожник операцию передаю ловят юфинда прикладывай подорожник спасибо спасибо ну короче это пробитие брони но видать как-то по-другому работает потому что я вообще не заметил разницу может это типа на альтернативную атаку работает сколько там да не так же сука бля какой же этот душ то и было решение от крикса надо брать этих големов поедема прикольный то что не степень который кстати из-за которых эти игра вылетает иногда да смотрю когда ты их так ковыряешь и саму флешбаки больно становится ну да обычный сейчас еще вылетит игра то ночью удаляли Так, а что ты мне куда-то знак показываешь? А, я проехал. Дороги мы, дороги. Контресс 0.0 выдает ремонтный комплект для оружия и броня. Так, погоди, а мы сюда. Прощай, я понял, у тебя плотва, а быстрее будет пешком. Бля, какой же геральт красавчик, посмотрите, вообще, такой прикидом у него. Ну, тупо готов. Может, насточку отриги недавно она, кстати. Еще один голем. Тупо бандиты в траве спрятались. Рядовой крадун по вашему приказанию привыл. А, у меня есть краска. Так случилось, что у меня есть с собой краска. О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! О-о-о-о! Что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А, людь, умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Ты лучше нарисуешь. Могу попробовать. Я могу попробовать. Птица-то есть? Я просто понял, что, типа, если я буду второй вариант выбирать, то он, как правило, говеный. Красивый птиц. Ты так думаешь? И, типа, скипаю квест. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Так, ну я себе дружанию завел. Очкёп это два. Е-е-е-е. Козьи шкуры, спасибо. Так, давайте смотреть, что у нас там вообще по алхимии. Шишки хмеля. Блин, я где-то их видел. И я вот это тоже где-то находил. Эфир. Вот это говно нам нужно купить обязательно. Да. Призванных мобов опыт дается. Так, ну тут еще улучшений куча. Надо бы этим заняться. Дайте угадаю. Угадал. Так, ну это мы еще не скоро найдем, я так понимаю. Белая чайка крафтит. Да, но все крафтится, но просто этого нет. О, ладенько. Так. Школа Грифона. Остался меч серебряный. Ну, по-моему, кстати, от серебряного меча я отказывался. Он, по-моему, где-то, кстати, тут недалеко. Ну, как, недалеко. Ну, далековато все-таки. Ладно, короче, поехали крафтить тогда. Надеюсь, мне ресурсов хватит. Нам нужно крафтить, ехать вот сюда. Давайте этот квест. Ну, вот, серьезно, я только сюда хотел уехать. Кикимору? Ну, как-нибудь потом. А, нет, вот она. Посмотри, что умеешь. Да, вот это вообще полный мув. Да как это и выйдет-то? Едите его колотить. Надо, походу, перекатами эту штуку выйти. Так, может, я поутать? Так, ну, сейчас надо покрафтить. Да, давай ближе к делу. Слушайте, написал, что я в гвинт не играл. Это, мне кажется, опять баг, да? Все хрень. Едь, тетя, только сейчас морду Геральта заметил. Сражался, блин, с Кикиморой. Не за что, дед, блядь, не за что. Ты мне уже раз 500 это спасибо сказал, не за что. Отец, иди отдыхай. Пошел сзади, вот что я сказал. Блядь, ну на что он? Он пока в город вошел, призывает огромного летающего петуча. О! А в эту игру, кажется, легко играть. Изи, до свидания. Чем могу служить? Так, здорово. Мне, пожалуйста, доспех сделать. Мне нужны доспехи. Не обращай внимание на лицо, у меня просто вирус. Так, пластина из метеоритного серебра. Мне нужно доспехи. А я могу это прям, не выходя из заинтаря, сделать? А вот разобрать. Блядь, я, по-моему, сейчас опять что-то не то сделаю. Давайте лучше выйдем. Бывай. Я же все по зубам, как-то делается. Так, метеоритное серебро. Нам нужно слиток метеоритного серебра. Я, по-моему, уже это делал, да? Слиток метеоритного серебра делается из метеоритной руды. А сколько там нам слитков надо было? Два, по-моему. А как сделать? Блядь, короче, у него надо создавать, да? Чем могу служить? Блядь, что ты мне подскажешь, мне этого метеоритного серебра не хватит. Я хочу посмотреть твои товары. Так. Еще раз, значит. У него он продается? Так, покупай. Так, это есть. А ни хера мне денег. Ага. А что они дают? Плюс 14. Мощь знаков особо не повышает. А, они по дырке дают. О-о-о. Это круто. Бывай. А, нифига, они еще визуально поменялись. Стал каким-то пафосным Геральт. Здорово, Аутфайр. Так, значит, у нас в дырке осталась мощь Игни, да? А, то есть у нас только в штанцах дырка добавилась. Ммм, понимаю. Понимаю. Слушайте, чуваки, а где мы с вами мощь Игни покупали? Чем могу служить? Кто-то продавал знаки, я не помню кто. Я хочу посмотреть твои товары. Я прям там десяточку Игни купил у него. Надо сейчас попродавать, еще будет. Кейра. Может и Кейра. Это обычный глиф. Это не прогрейдженные. У меня, по-моему, есть рецептор прогрейдженного, но просто этот чувак их не грейдит. Так, ну что, давайте от всякого говна избавимся. Так, пробел продать. Здорово, Евгенский. Здорово. Так, и мечи надо кому-то другому продавать, да? Мечи еще как-то прогрейдить. Так, давайте, пока я тут недалеко. Бывай. Я, наверное, все в сундук отнесу. Чма, хочешь посмотреть наш маленький склад? А ты кто у нас такой? Покажи мне свой товар. Блин, нельзя такие перерывы, конечно, ведьмаке делать. Прям вообще нельзя. Я ни черта не помню. О, вот это сюда, пожалуйста. Давайте эти все наливки возьмем. Мечи и вареник еще не сделан, квест, наверное, нет. Да я немного хвостов выполнил, на самом деле. Тяжело. Тяжело идет. Так, а это что такое? Я готов. Ну ты, Геральт, и страшный. А что об этом-то будет барон? А барон знает, как его люди тут развлекаются. Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Кирова ставит. Все время проигрывает. Так. Я оттолкнул. Ну давай, подходи. Вспомним бы, какой кнопкой еще блок ставить. Блять, кто сюда лошадь поставил, придурки? Кланина, колбаса, кровяная. Оно ничему кажет, лудевая. И лопухи пучка. Читит он жесткий. Траговаться будешь до скончания жизни. Так, а тебе пинком. Что? Драться раз хотелось? Бля, ну конечно, так и знал. Да, так и знал. Да, так и знал. Да, так и знал. Да, так и знал. Прям модник капец. И это ваш чемпион? Заверните, пожалуйста. Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что Ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велина. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Ты когда-нибудь дерево с деревьев жевал? У меня от нее уже из жопы щепки лезут. Какое дерево жевал? Простите, я прослушал. Не услышал, точнее. Храма. Был храма. Ох ты, е-мое, у меня тут склад. Грид 2310 раздает пощечины. Так, ну это было чуть-чуть левого руля, должен признать. Блин, погодите, а какой-то серебряный меч у меня был. Можно их упорядочить по... По дебо джу нельзя? Да ладно, блядь, даже в Скориме можно, ну камон. Вот этот, да? Так, хорошо. Так, а что там говорили? Шкуры, да, скидывать? Видите, кстати, дорогая шкура. Черепа с собой таскаем. Все пойдет. А? Ты чего здесь ищешь, приблуда? Надо, короче, наверное, все-таки поставить мод, чтобы эти чуваки, типа, молчали. Потому что они меня уже реально задостали. Так, а что у нас там по мейн-квесту? Выяснить, не на Скеллиге ли Цири, не в Велине ли Цири, выяснить не в Навигараде Цири. Это надо там везде по городам потусоваться, да? Так, дело семейное. Исследовать все оставшиеся зацепки в Велине и найти жену барона. Блин, чуваки, я остановился на этом квесте, я понятия не имею, что мне дальше делать. Давайте к барону сбегаем. Я реально не помню, на чем я остановился. Вот нельзя, нельзя такие перерывы делать между ведьмаком. Так, старый пердон, где-то там. Хозяйки леса, поэтому квесту иди. Отыскать ведьму на кривоуховых топях следовать за сладостями, не забывая пользоваться ведьмачьим чутьем. Давай. Окей, поехали. Похоже на правду. Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милые. Будет только доверие им. Вам пора. Развеши, это важно, откуда жратва. Лишь бы... Ну, жратва есть жратва, да? Так, тут 29-й левел можно, в принципе, выполнить. Вот эта доска, грот, драконобойцы. Окей. Блин, не знаю, я вот смотрю, в реальной ведьмаке прям такая любовь к мелочам. Вот именно в мире. Вот именно в левел-дизайне. Прям очень круто. Вот этот вот вид, когда... Блядь, похвалил. Да? Вот этот вот вид, когда бежишь, и там он на холме, отсюда прям виднеется такое красивое дерево, да? Которое пропадает время от времени. Но, тем не менее. Ну, то есть, реально подход. Чё? Ну, РДР может быть, но тут как бы тоже. Вот, и прям такая работа с деталями. Я просто представляю, она же ждёт скоро киберпанк. Что же будет в киберпанке? Ух. Блин, я уже не знаю, я уже прям не могу, хочу в киберпанк поиграть. Прям уже и не могу. А ещё мне нравится то, что по трейлерам там в игре будет очень много мата. Это так круто. Ну, в смысле, то, что... Нет какого-то фильтра и так далее. Да ничего там не писали про твою РДС, что ты смотришь? Я что, после что, забанить сразу. Здорово, чатик. Ну, кстати, это дерево. Наверняка, где-то там какой-то квест приведёт. Или я там уже был? Вот это, да? А, ну? Блин, может просто так туда сбегать? Интересно так. РДР 2 и Ведьмак 3 сравнивать некорректно. Слишком большая разница по году выпуска. Но, несомненно, на то, что Ведьмак уже устарел, он всё ещё лучше многих ААА проектов этого года. Но в этом году таких масштабных игр пока ещё и не было. Я имею в виду по открытому миру. Ёп твою мать. Шо за крепота, блядь. Не, я не спорю, я в РДР не играл, поэтому мне сложно что-либо говорить. Ну и ветер. Чё я бегу с этой штукой? Я же так вижу. Странно, я уже не в вижене, а они мне всё равно подсвечиваются. Так, сюда. У папа была собака, он её любил. Она съела кусок мяса, он её убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечём его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнём выходишь ты. Так, какой-то Стивен Кинг уже пошёл. Любопытная считалочка. Так, ребят, дайте без спойлеров. Я ищу ведьм с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топий? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала это всё от того, что он пошёл в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он ещё вернётся? А частенько у вас тут кто-то пропадает? А то, мне кажется, он у бабушки в котле, блядь, оказался. На болотах потерялась молодая женщина. У неё серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал, хавайте девок по лесам. Вы солдатню сиськами не пугают, а то беда будет. Так и говорил. Привет, кубаночка. Тут живёт кто-нибудь кроме вас? Есть тут ещё кто-нибудь кроме вас. Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерёво весь год спит. Может, ты, Вася? Это что за разговоры? Что за поболтышки? А, я думал, у них баба Яга тут мамашка. Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты ещё кто такой? С оружием, как бандит. Я ещё одну... Блин, тут столько дополнительных. Ты ведьма? Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлые, ни совы. И ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети. Сегодня получишь добавку, да? Кто такой Ивасик? Ивасик, Карасик, выдул весь Квасик. Потом целый часик пердил, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятнёй разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты её видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра её. Где-то они сейчас. А может с ними лихо... Бабка, блядь, да ты заебала, извините за выражение. Чё? Я у тебя про свои проблемы спрашиваю. Чё ты мне про свои рассказываешь? Я что, поговорить сюда пришёл? Ну всё, хватит. Сегодня суббота, да. Видела ты эту девушку или нет? Сегодня молекулы не мог в кооператив, поэтому... А чего тут бояться бабушка? Ему важно, вот он и злиться. Может, Ивасик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. Ивасика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. И я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. Блед. Не тот я, походу, вариант выбрал. Новая статья о персонаже бабушка. Задание дополнено хозяйке леса. Поговорите с мальчиком, которого наказала бабушка. Походу, я не тот вариант выбрал, да? Открывай, старая карга. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Где найти этого Ивасика? Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи. Уходи. Блед. Так, а чё? Выяснить? Нет. Найти способ выманить бабушку из хаты. Расспросить остальных детей про Ивасика. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут собрать, и мы тогда пропадём. Вы сами-то Ивасика видели? А то. На вид примерно. Вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала. А бабушка много знает. Чем? Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно. Только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет. Говорит, мне их пусть ломят. Ну ладно. Идёт. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который... Ну это чит, у меня ведьмащий чутьё, если чё. Думает нас так легко найти. Он-то небось от чёрных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз. Два. Три. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я иду искать. Так. Ведьмащий чутьёчь сюда. Ага. Ага. Ха-ха-ха. Сюда. А не, сюда. Наверх полез. А чё здесь? Ага. Ну это читы, я не могу. Я, я Геральт, я не могу взобраться. Ах ты ж, мелкий говнюк. Чё за звук? Бля, вы чё, все на крышу залезли что ли? А, сюда. Я тебя вижу. Повезло тебе. Повезло. Я просто профессионал. Так, ну с этим, наверное, потом разберёмся. Или как всё забраться-то? Едите-колотите. А. Понимаю. Так, давайте этого найдём. Понял. Я тебя вижу. Выходи. А ты называешь это прятками? Я бы в мешок какой-то залез, не знаю, в бочку бы спряталась. Так. Хм. А их четверо ребёнка. Едите-колотите. Погоди тогда. Здесь получается эти следы. А, то есть, ребёнка, которого ты нашёл, следы пропадают, да? В печку бы залез. Да и в печку бы залез. Куда бы я только не залез. Забей, иди дальше по заданию, будут сидеть там вечно. Это знаете, когда в детстве мы играли, у нас называлась эта игра «Сыщики-разбойники», но я знаю, она типа по-разному называется, типа. Ещё как-то казаки-разбойники, она за ещё, а там, короче, как-то. Ну, это тоже, типа, группа людей ищет, а группа людей прячется. И мы, короче, как-то помним. Уже устали, там, я не знаю, у нас партии, там, 5-6 было. И мы, короче, типа, договорились, что мы, типа, сыщики, эти чуваки спрятались, и мы тупо ушли. Да, да, вот такие мы. Мы тупо ушли, а они прятались там где-то час, наверное, или полтора. А, ты, блядь, в окно вылез. Да я ни черта не вижу, на самом деле, плохо видно, капец. Ах, ты ж, падла. Я тебя нашёл, не прячься. Короче, тут, по всей видимости, как-то надо в дом попасть. А для дома нам нужен ключ. Так, женщина, дайте ключ, пожалуйста. Бабушка. Нет. Да-да-да, извините. А ключик у вас где? Не подскажете? Кошку пей. Давай. Мой гер, ты что, не заберёшься, что ли? Не мужик? А! Лол. Кто бы мог подумать. В смысле? Что происходит? А, он в куче навоза спрятался. Ну что, выходит, я всех нашёл. Не умеешь ты играть. В смысле? Но мы тебе поможем. В смысле, я же вас нашёл. Как можно не уметь играть в прятки, блядь? Если я должен искать. Я вас нашёл. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в гул наукусил! Иди сюда, бабушка! Ясю шмель в гул науку. Бабушка! 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 Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нару. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. Из-за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле, он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал. Потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево. Такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Так. Вот это, да? Откуда эти дети знают столько негативных слов, если они отсюда никуда не уходят? Ля, шо там происходит? Скотина! Ой, а шо там у меня демок вообще не наносит? А шо такое? Новая броня, вообще-то. Ой, блядь. Волшебная баба, конечно, дает просраться. Извините за выражение. Нехорошо. Волшебная, водная. На-на. Если Ивасик настоящий, наверняка он оставляет следы. Сами придумали. И чисто... Чисто случайно эти слова совпали с реальными, да? Интересно, гузина это украинское слово или польское? И Васик здесь проходил. Юптумы. Славянская, наверное, славянская. Блядь, меня вообще не пробивает. Это прекрасно. Сироты-дедомовцы. Но они вон у бабки живут. Блин, из этого ведьмачьего чутья пропускает такой вид. Какие-то черепа висят. Прикольно все. Надо, наверное, все-таки поставить мод, который убирает рыбий глаз. А, по-моему, это же можно в застройках сделать, нет? У-у-у-у-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ивасик, выходи Ивасик Едить Какой-то друид Ты хмурница? Луговик? А, прибожек Мало вас осталось на свете Я ищу девушку с серыми волосами Ты ее видел? Расскажи мне все сначала Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно Почему? Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Не бойся, я никого не обижу Ты здесь живешь? Нора уютная И мест хорошее Ты, наверное, знаешь все, что творится на топе Тебе не мешают чудовища по соседству? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет Ля как спидранит Берегись! Не отходи от меня Блин, погода отвратная Это не байт, но как бы да Это байт Просто реально отвратная Мы пришли? Да, я гляжусь На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть Ё-моё, это что? Вот это враг, я понимаю Надо убить, походу, ну Может, ему нужна эта бутылка? Чувер, налетает Ну что, паскуда Ну что, паскуда 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 Держи. Какой-то джин вылетит. Как и рачунницы, все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить в прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Удивительно. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем честны. Болтаю я столько, что льется, как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Я понял, за что у него голос отобрали, вернее, обратно в бутылку. Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. До меня чуть удар не хватил. Тогда я пошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать «Душегубик! Душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на Душегубика? Но похож. Не знаю, кто это такой, но... Морда у тебя, конечно, та еще. Кто еще мог меня закладывать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит. Ишки поют. Ветерок веет. Сижу я, значит, довольный, а тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Володая, серовласая, как ты сказал. А вдавалок она была ранена и едва дышала от усталости. Она получалась в сторону детских хат и не слазь, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка. О сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болота не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще. Вредные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то все-таки перешел им дорогу? Могут отобрать голос. А могут отобрать жизнь. Как им вздумается. Гнусные бабы. Но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривать? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Так, господи, беги уже. Уже эти прописанные пути. Так, стоять. Ты беги, я сейчас подойду. Покажи, что умеешь. Потом. Ля, как прикольно меч светится. Осторожно! Перебивись! Говорит, болото всем советую тут жить. А тут правда утопцы, блядь, из земли вылазят. Ну, в принципе, нормально, можно жить. А еще баба водная. Так, господи. Я-не-не-не-не-не-не. Я за какое-то дерево зацепился, я вообще не мог ничего сделать. специалист недвижимости да ё-моё вы удивили призывает большую группу сирены гарпи прямой родой город чего-то жалуешься не пойму стримеры типа обязаны жаловаться вот я и жалуюсь я вообще не пробивает лол может все можно выключать интерактив тупо неубиваемый еду да давай быстрее так и васик пойдем пойдем так погоди когда живешь питере а чем тебе болото не нравится я тут всю жизнь живу и всем советую чё да мне кажется в питере вообще не так уж плохо или ты про погоду постоянно и васик ты блять идешь или нет наркоманы и проститутки кругом а так все норм да у нас киви блять не лучше не пол ведьмы не видать сейчас твою бабушке успокою её смотри а х Чёрных тучек сыплет свой песок. Ты снова поёшь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, бабуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Прид Харвигейл. Нормально в Питере, уже пять часов дождя нет. Так. Девушка, о которой я спрашивал. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашёл Ясеньку, когда она пропала? Нашёл. Горячку, гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж бабуся ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Прощай, Щегол. Интересно, сколько ему лет? Да, бабка-то ведьма. Девасик, добрый мальчик. А вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелине? Это хозяйки. Ля какие? Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Шалки-червь перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Она для меня как дочь. Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Бегницы, как пиво в катке. Люблю таких. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись, гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей парышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдунями? Что-то так тихо, кстати. Староста деревни Штейгер и тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Сюда. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Договорились. Со староста этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю. Этот стилет. Плату от старосты положишь на баллон. Лысый баллон. Баллон лысый знает баллон. Баллон слышит. Чтоб бабки по кукуха поехал, ну да ладно. Не мои проблемы. Так. Окей. Довольно интересно. Поговорится старость. Так, квест выбран. Смотрим куда. Вообще найс. Да как это получилось-то, ёпт, твою мать. Блин, как же тут неудобно на лошади разгоняться. Прям жуть. Легко сойти с ума, общаешься через картину. Да нормально. Я вон вообще общаюсь с картинкой. Ну то есть с чатом. Так. Извиняюсь, это вы, староста? Мы пиксели в твоей голове. Четыре утра. Не будем его будить, пока вы спецнабжебить. Так, одобряю такой буррито. Что тревожит людей в деревне? Приятная деревня. Ну так. Просто жемчужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Ну так. От зимы до зимы. Чем зимы. Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите. Я никому не принадлежу. Ладно, к делу. Мне надо побыстрее с этим разобраться. Ага. Так значит. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось. Коротко и по делу. Война пробудила старую силу. Злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночь и наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надо бы напрогнать темную силу. Мне нужно больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще прабабка меня палкой била за то, что валандался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Когда все это началось? Да уж почитай три года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить силки. Вынимаю зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг зайц у меня прямо в руках сгнил. А листья пожухли. Хотя лето только начиналось. С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Цепляются друг к другу в зенки. Не поймите его. В смысле, блядь, у вас в деревне три дома стоит. Ну и дети. Калеки родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Хозяйки леса. Как думаете, это дух какой-то? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя. Потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы? Раз вас прислали. Я пройдусь по шепчущему холму. Токма, осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Сколько у них тут? Ну, четыре дома, блядь. Где они тут рассказывают? Как будто бы у них деревня там, я не знаю. Поместье просто, блин. Ладно. Так, а что мне тут на доску показывают? Но на доске ни черта нет. Странная тема. Ле, какое? Дамочка, вам не помочь? Ой. Ладно. Все, все. Перешел, перешел грань. Перешел грань личного пространства. Так, куда мне там надо идти? Мы все-таки попадем на этот холм, я так понимаю. Ну, их славненько, славненько. Ты уснул, братан? Ну, пиздец тебе. Да ладно? Ну, пиздец тебе. Да ну не. Да ну не. Но подчеркивание болот не призывает милую котейку на помощь Геральту. Спасибо, мог болотный. Спасибо. Ну, пиздец тебе. Ну, пиздец тебе. Ну, пиздец тебе. А, бред ленивит. Так, ладно, а то тут чувака заклинило. Ну, пиздец тебе. я не верю ну кажется какой-то скрип полетела я же прошлый раз когда тут пробегал они на меня напали ух ты ё-моё дочь собирается сразу все так потемнело не приближайся отойди черную откуда пришел теперь пойма почему же шепчущий холм пошла нахер я ведьмак я шо хочу то и делаю чат сохраните меня что меня хранят знают откуда пришел так ты что такое уходи 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 мне не сдержать силы что меня хранит для это монолит походу только тот вызвало это зовет а это наоборот прогоняет чичку кулак еле пробиваю как тебя нормально братан накаченный какой смотри а это место силы сюда для верба наливает крепкой медовухи для геральта и передает добрый день добрый добрый и гнева сюда и уходи кончишь сохраняет игру такой какая-то пещера этом кнопка б бля только защищу лето бухали что бля за звук черта не помню как там нырять так я могу под шифтом слышите что прям жесткая тут зачем ты пришел зачем кровь проливаешь ну я ведьмак ты пришел меня убить или освободить меня хочешь блядь это точно не призрак почему на меня напали кто ты кто ты я оставила мой круг я хранила равновесие ведьмы меня убили а дух прокляли никогда не слышала круги друидов вели я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей бессильно скольжу по поверхности листьев наши ведьмах почему не убили тебя наверное ты хорошо знаешь они проклятие велен они слышат отрезанными ушами коверкают судьбы сплетая пряжу из волос черпают силу из котла а варят они человеческое мясо почему тебя убили ведьмы хотят эту землю хотят этот лес для себя я встала у них на пути и умерла на меня напали дебильный вопрос на самом деле это моя тюрьма осажденная крепость я жду убийц а мой лес хранит меня и кто тебя собирается убить сестры убийцы они убили мое тело и теперь истязают душу но она противится ты сказала что ты в плену когда я скована кандалами магии блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев я все знаю о детях знаю что их ждет освободи меня прошу я должна им помочь если что-то грозит сиротам я сам им помогу детей уже забрали освободи меня прошу я могу быть вихрем могу помчаться могу их спасти только я почему ты думаешь что дети на поляне в опасности сестры их забрали возврата нет куда их забрали я помогу им уже случилось этого не вернусь вард цербин не ведут дороги они все умрут позволь их спасти ведьмы что-то не знаю сестры старше самых старых деревьев велен их королевство здесь все им служат сестры скрыты ты не сумеешь их найти сестры слышат все ты не спрячешься но вообще похоже на правду потому что на картине были эти сестры с ушами там с глазами и так далее то есть похоже на правду говорит причем малой сказал что в деревне там ребенок пропал и они его так и не нашли может его ведьмы забрали на то есть похоже 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 на то что на правду говорит попробуем если ты сможешь спасти сирот на поляне я помогу тебе я найду их освобожу вызвали меня из тюрьмы кровь мое спасение проведи обряд но выглядит она супер ужасно и выглядит она так как будто бы я бы я не хотел доверять так как бы я не хотел доверять как он дикий резвый скакун что пасся на лугах темный как бездонный колодец черный как глухая ночь вот кто нужен мне собери все приди и принеси где я найду твои остатки мои кости почили в одинокой могиле ступай на запад это недалеко но меня уже просто раз обманывали поэтому я не знаю я стану с ним одним целым как тогда когда я жила мы будем как вихрь ничто нас не удержит диких коней ты найдешь на заливных лугах вороне пили у меня уже есть отыщи мои останки и приведи коня но она как-то подозрительно много всего знает черный вихрь обернувшийся конем вот и пока он как она знает обо всем этом что что я типа спасет и так далее она же не ведьма как она тут утверждает она вообще про себя особо ничего не рассказала на час будет посмотреть в писаре про нее напишут не освободить и вернуть собери и принеси к провалу в холме туда где сердце дерево пробей моё проблема в том что я уже второй вариант не могу выбрать я буду съедена чтоб снова возродиться ступай и вернись через вход который я открыла ты мог находить книгу то так кто знает давай посмотрим да находя а а Ахм... Ммм... Это их история, да? Ну, типа, да, она, получается, их мать. Она, типа, ещё... Ещё более главная в этом всём. Блин, и чё, у меня теперь нет другого варианта? Слэш-штык! Старая карга, не хочу я больше с тобой. Блин, вот мне не нравится вот этим ведьмак. То, что, типа, если ты уже принял, ты не можешь, типа, ну, там, типа, слово ведьмака, все дела. Ты же не можешь отказаться от своих слов. Ну, может быть, после того, как я найду, всё, не знаю. Ну, короче говоря, это не тот путь, который я хотел бы выбрать. Надо сейчас посмотреть, может быть, в задачах что-то есть. Избавиться от беды. И... Попробую ударить. Блин, чат, сохраните меня, пожалуйста. Вот в этом проблеме, потому что я не могу сохраняться, то есть выбора нет. Ну, вообще, я, как бы, не люблю в РПГ пиперези. Спасибо. А, вообще, я не люблю... Да и пупки мусора. В РПГ менять свой выбор, но в Ведьмаке это прям, какую-то прям обязанность твоя. Потому что тут многие вещи настолько неочевидны, что просто охренеть можно. А я могу её бить, или я должен с жуками сражаться? Ага, могу. Сейчас почитаю, что там зато заполнено задание. Но мне кажется, и Васик защитит тех детишек, он не даст их в обиду. Ну, то есть он как-то предупредит, но хочется в это верить, по крайней мере. Сообщить старости штегеров, что проблема решена. Раз уж ты прошел, может, спойлер по другой ветке. Это я вроде не прошел. Но тут же ещё, как бы, не закончено всё. Вам, конечно, виднее. Что, мужики? Это да, это я сделал. Я молодец. Магия — это место силы. Чуть позже лучше, давайте-то чуть позже. На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть. Что там такое поселилось? В дерево вселился злой дух. Не знаю, но я это уничтожил. Тебе лучше не знать. В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Как же ж вы его прогнали? В сердце дерева вселилось какое-то существо. Я уничтожил и сердце, и жильца. Спойлер по другой ветке, за спойлер этот ветк. Хорошо, я не буду читать там Ингриджу написал, но я не буду читать. Что, он кого-то прирежет сейчас? Серьезно? Это явно выглядит как терминальный этот стилет. Ну ладно. Хоть не убил, че. Братан, ты хоть прижги ее, я не знаю. Каков уговор? Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется А это справедливая плата за заботу Значит, все эти уши в лесу Не думайте об этом, сударь Вы отсюда уедете, а нам тут жить Так же, как нашим детям и внукам Гелен, никакие боги Что-то я вас безухих тут не видел, только ты сейчас будешь ходить безуха Это земля ничейная Кто хочет выжить, сам себе господина ищет Блин, может, я, правда, внимания не обращал Может, они там реально ходили без ушей Новый предмет, охотничьи перчатки Круто Спрячь оружие, юноша Вы вживую тоже Другие На картине вы были покрасивше Ля, им еще что-то напоминает в Дарквуде Там тоже были ведьмы Принеси, а не разглядывай Безлина, шоу Безлина, шоу Безлина, шоу Безлина, шоу Никогда больше не пытайся противиться нам Мы прощаем тебя Ибо прежде ты хорошо себя показала Дети твои плотненькие, как поросянки А мне нравится это, упитанная Она самая добренькая А теперь мы должны поговорить с Беломовым Правильно говорят? Про пухленьких Знаю этот знак Это Анна, жена барона из Вронец Она не принадлежит никому из людей Внутри нее зрел плод Плод от семени того, кого она ненавидела Мы помогли ей Она согласилась служить Она носит наш знак Она наша Но ведь тебя интересует другая женщина Говори, Белоголовый Ааа На гобелине вы выглядели иначе, чем сейчас Мы нарядились специально для тебя Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом Ты жаждешь нас? Я впечатлен Полиморфия редкое умение Я могу высосать тебя в дозу Ааа Я могу сплестись с тобой в одно целое Ммм я могу стать твоей последней и самой лучшей я не затем мне кажется у ведьмака и вот не знаю какая-то магия на нем лежит что его хотят все бабы все бабы которых и видит ведьмак они все прям по нему о ведьмак о ведьма дает такой харизмы понимаешь у прям вообще капец вы затянули меня на шепчущий холм ничего не дается даром храбрый дыша ты уничтожил силы зла ты вернул покой нашим подданным зачем вам дети для чего вам были нужны эти дети куда вы их деле они ушли очень далеко и в тревоге возрасте я выполнил свою часть уговора очередь за вами мы никогда не нарушаем слова девушка мышиные волосы так их называют худая истощенная напуганная бездяшка еле держалась так она к ним попал и не могу понять что они как могли как а собственно дочери показалось она слишком своевольная строптивая упрямая и самолюбивая где она теперь я не верю вам говорят что вы всегда держите слова так расскажите мне все так как было расскажем храбрый юноша мы знали что придет кто-то мы прочли это по зверинным вновленностям мы видели ее образ как рябь на луне шла со стороны болот мы не сразу поняли что ворожба указывала именно на нее дитя старшей крови посеянное зерно что взорвется огнем хера она здоровая она пришла прямо к нам в руки старшая кровь умная кровь смерти ярки она спит? как ягнянок нечего конетелиться стол накрыт в котлет вокочет нам нельзя она предназначена ему получит ее имлерих но не всю верно мы хоть попробуем стопы отрежем на бульон пойдут лучше некуда у меня слюнки текут будь по-твоему иди она их слышит а девчонка ты еще пожалеешь и она холод почувствовал до свидания наберете я такой в мультиках видел что за нелепость это реально нелепо было вы хотели ее убить вы хотели разделать ее как звери и сожрать вкус ее крови напомнил нам нашу молодость старшая кровь удивительная девушка но ты и сам знаешь жаль что она убежала вы хотели ее убить я не прощу вам этого пустые слова наши судьбы сплетены но час еще не пришел теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать в ауле и всюду будешь находить только ее отражение а если настигнешь ее да тут конечно да интересно что было бы если бы я мамку освободил так если бы ты выполнил задание этого дерева можно было бы можно было бы придать в конце и выиграть без боя насколько я помню а вот какой спойлер ты написал ну да конечно жесткая тема так есть это бабка может какие-то подробности про детей будут я надеюсь выбор дерева или минус дети или минус жители деревня а это все мамка спасать детей но габен так ладно уже какие-то серьезные спойлеры пошли хорошо хорошо так значит что у нас там дальше рассказать ворону что стало известно об а не ну да да тут же еще информация про а ну это было от дерево мы на самом деле прикольно тем это с этими видимыми почему им люди вот реально так так верят как-то странно ну ну долго бы стримить я думаю нет предкорсар кстати интересный факт если наткнуться на он это до квеста с ведьмами то дух в корнях не упоминает детей и не предложит их спасти ммм даже если у меня чеснок штеггеров как такая нибудь бабка же не дужит ее сразу в лес за двор а у тебя седой тоже вид будто вчера всю ночь видимо нечисть контролит и безопасно но такая себе безопасность у них там деревушка из четырех домов ну да у них там скот есть ну и что мне кажется переехать блять не туда переехать типа вообще не проблема ну с чем пришел а я знаю где твоя жена есть весть о твоей жене так что ж ты сука сразу не сказал где она почему ты ее не вернул она на кривоуховых топе нашла себе там стол приют и занятия кажется и там хорошо ты должен был вернуть ее а не проверять как она там устроилась ты хотел ее найти я ее нашел о большем мы не договаривались думаешь я законченный выродок а и сам во всем виноват думаю видимо им просто так не позволит переехать они старые пердухи то машине каждый раз что за ними наблюдают и следят но не знаю может быть так я так и думаю мое мнение не имеет значения то что я думаю не имеет значения и все-таки в твоем взгляде я вижу презрение не знаю как с этим в мире ведьмаков так вот в людском мире нету черного и белого эти ведьмы что-то вроде божества тут ну понимаешь можно в божество не верить все все проблема решена расскажи их все как было ты наверное скажешь что не ты один виноват ну давай рассказывай сонет у нас была любовь с первого взгляда в битве под анхаром мне копьем плечо раздробили она меня перевязывала когда я оклемался попросил ее руки а она дела и расплакалась от счастья скоро тамара родилась а меня фольтест отправил в цидарис на помощь королю этой ну воевать с каким-то разбойничьим атаманом потом еще заварушка еще одна дома я редко бывал война наш опьяняла как фотка мы с ней так друг дружки привязали что даже дома я не мог с ней расстаться ну ребят по поводу ведьми я просто считаю что люди были слишком запуганы и можно было что-то придумать я просто не верю в то что типа и безвыходные ситуации какие-то существуют ну типа можно было что-то придумать не знаю может быть они там для них ничего плохого не делали но с учета того что там говорилось про то что они жертв приносили то думаю все таки делалось там что-то плохое так и все таки это твоя вина что было дальше ну хорошо что было дальше я воевал на разных фронтах получал жалования они это одна сидела целыми месяцами но позже я узнал что она была не так уж и одинока ее почти три года шлюшка эван друг детства пес бы на нем ездил понимаешь сука если бы она один раз загуляла я б рукой махну но она мне годами рога наставляла в гробона видала и меня и мою любовь мне кажется это не все так однозначно как ты узнал что вернулся домой однажды и не нашел ни анны ни ее вещей только письмо написала мол меня не любит уходит к этому шлепку и забирает с собой тамару я думал прям там кончусь я поехал к нему хотел только девочек домой забрать а как его увидел что-то вселилось в меня завалил паскуду от ребуху его бросил псам и надо думать она была не в восторге это сука мягко сказано устроила истерику бросалась на меня легалась царапалась наконец за нож схватилась если бы не уклонился так бы и зарезала меня и вот тогда я впервые ее и ударил не знал как успокоить ну и вот с того дня все переменилось она несколько раз пыталась убить себя и меня доводила до того чтоб я ее ударил кричал мол я убил в ее жизни любовь лучше бы ее саму убил я тысячу раз прощения просил я цветы носил подарки и хоть бы что через два года злость ее перешла в равнодушие но вот временами то у нее приступы безумия случались то я с пьяных глаз что нибудь устраивал не знаю как мы выдержали столько лет так что как видишь не все было так как могло показаться с самого начала мне кажется в 2020 году ведьмак не вышел но если бы даже вышел то его бы заговнили насколько тут конечно долго всяких темы раскрывается которые сейчас типа прям вообще табу ты прав вина лежит на вас обоих рад что ты это понимаешь ну ладно если не хочешь привести анну домой расскажи хотя бы как она там очутилась на этих болотах как она там вообще оказалась они бежали ночью у леса на них напала чудовище которое служит ведьмам и похитила анну чудовище а тамара с ней ничего не случилось с ней все в порядке ну слава богам хотя бы так а что с анетой что было дальше тварь унесла ее в глубь топе но вреда не причинила больше того кажется сейчас анна по своему счастлива счастлива хватит мне мозги ебать что она там вообще делает на этих болотах она заключила договор с ведьмами и и вероятно у нее помутился разум какой нахер договор она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам они обещали помочь взамен она должна провести у них год на службе ведь мы сдержали слова как понимали по-своему то есть она наверное думала что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет но ведьмы просто довели ее до выкидыша думаю тогда она и начала сходить с ума кроме того ее связали магическими путами которые причиняют ей боль если она пытается нарушить договор договор с ведьмами звучит как скверная шутка надо ее оттуда вытащить не советую тебе заходить на болото даже с солдатами место само по себе нехорошее ведьмы куда опаснее чем кажутся ну не ждать же пока они ее отдадут будь у них твоя дочь ты бы тоже надеялся на их милосердие нет я бы не надеялся но я ведьмак а я муж и отец который просрал свою жизнь и своих близких соберу людей пойдем туда и вытащим он я свое слово сдержал теперь ты держи свое кто слово дал а на чем бишь я на вас напал василицк аааа да да ну и здоровая же была скотина что происходит так понятно знаков у меня нет а бля я должен играть что происходит так понятно знаков у меня нет мужики за эти арбалеты для чуда больно слышь братан иди ты я чуть-чуть отрегенюсь с короля убьют а ригет ты сегодня выйдет погулять ох какой же реген король у вас картофеля этого жареного нет по 80 хп все-таки восстанавливает в секунду ля как летит короче в клюв и чревато попадать либо в крылок она закрывается черт поймешь все пейс роллинг тупо фейс роли а а так и закончилась история кровавого барона для выхода не добегу на а погодите то как-то заметил ни хера себе и конечно когти огромный жесть и 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 ах уж эти загрузки опять два коня стоит за за бароном все собрала да спасибо то что ты для меня сделала никогда тебе этого не забуду и это все только усложняет то есть я должна бежать за мной гонится упыри дикая охота когда я использовала силу они взяли мой след за тобой гонится дикая охота пока я здесь вам грозит опасность вели людям запереть двери и окна и пусть ночью никто из дому не выходит а ты ты-то что будешь делать я еду в новиград а там увидим я села на коня и уехала до барон прикольно согласен озвучка еще балдежная просто переправа через понтер окружена риданскими войсками и несмотря на это ты послал цири в новиград она искала чародейку чародей все в новиграде кроме того я не оставил бы ее на поживу риданцам я дал я охранную грамоту что еще за грамота покажешь ее любому херу на переправе тебя пропустят ты мне ее отдашь а зачем усложнять тебе жизнь ребенка ищешь так что бумага пригодится откуда у тебя вообще эти охранные грамоты я ведь не всегда командовал этой бандой придурков когда-то я служил в темерском войске но переправу охраняют риданцы если есть заслуженные репутации хорошие связи то цвета и знамена отходит на второй план значит есть шанс что цири все еще в новиграде спасибо что то и помог да не за что раз ты все уже знаешь что наверное торопишься но может быть если ты говори уже я хочу поехать за анны отбить ее не верю я что она там сидит по своей воле плохо ты меня слушал поход на болото это самоубийство вот поэтому мне нужна твоя помощь а цири я тебе больше ничего не нам это ему поможем будь уверен я буду очень щедр если ты поедешь со немного наличных всегда пригодится как же конечно интонация меняется просто настолько дереалистичных аж бесит ясно извиняюсь мы уже ушли что это было ай ты мне скажи чудище это или человек мои люди называют его ума считает монстром мне кажется человек только страшный как говно ордаля вот такое имя ума странное имя ну да странное но он мне другого не назвал значит он умеет говорить не я спросил мол как звать а он ничего только тычет себе в нос палец таки ну тут я хватаю его за руку спрашиваю тебя как сам он смотрит на меня как на глупого и будет такой у ума вот вот так прицепилась на монстр он не похож хотя медальон при нем дрожит странно откуда он тут взялся с ним смешная вышла история да я его в карты выиграл а неужели больше не на что было играть да что ж ты ко мне сука прицепился ну вышло так а не иначе поставили его на кон и все тут все претензии не ко мне его прежнему хозяин что смешно в этой истории поехал я как-то в новиград развеется вкусить таскать радости и большого города остановился в трактире а там как раз игра и я присоединился карта мне шла вот как по массу ободрал я сукиных детей то чисто один торгуется особенно взъярился он-то просадил все что привез со скеллиги страшно хотел отыграться понимаешь вот я и согласился я спросил что он может поставить он показывает это чучело ну интерес скверный вы хрен с ним я дал мужику шанс отыграться чем он шансы не использовал так вот уродицы попал во вродице вот и песенке конец да очень смешно очень смешно животики надолвешь да чтоб ты понимал бы ну теперь ты самый настоящий барон даже шут придворный есть на вот чувствую что с ним что-то не то то есть он вроде больше зверь чем человек с другой стороны у него вот сукиного сына есть что такое умный в глазах не знаю может кажется видал такое нет не видал но сведом не опасный ну он ничего жрать много не жрет хлопот покуда не доставляет так что пускай ребята веселятся мне пора прощай ну будь здоров надеюсь что ты найдешь дочь так смысле мы собрались блять ехать ведьмам звездюлей наваливать и будешь для нее хорошим отцом поговорили блять чё произошло не понял я же выбрал типошу я помогу ему вы договорились встретиться в штеггерах окей может быть может быть может я туплю не спорю все скажу где покража спят не ребят я взял дуб задание что мы них добро так насколько это далеко но реально в играх с открытым миром почти никогда не пользуюсь fast travel ну вот что-то ведьмаке это прям как правило в играх не так много каких-то сюжетных миссий так далее и хочется прям все пощупать а тут за счет и их обилия за счет их то что так много не хочется тратить время на на перемещение пешком хочется как-то побыстрее чтобы побольше квестов зацепить посмотреть чё не тут кажется римская риме вообще никогда fast travel не использовал ну может только когда самый самый первый раз играл откуда тут вообще хоть скорее не такой большой не ехали же не самого новиграда чтобы вздернуть двух холопов не знаю господин они сказали куда едут хорошо что ты пришел а то с этим мужичьем сладу нет надо будет их кнутом поучить может яснее заговорят ну говори куда поехали в деревеньку на болотах господин и как что там по поводу ведем не было промать вы спрашивала как как там дела с к сильно не помогли едем туда когда приехал барон так отправляйте с барона в деревню так хорошо я собираю людей отправляюсь я догоню тебя в деревне ведьм поехали поехали барон так отправляйте с барона в деревню так хорошо идти барон видали как на 360 повернулся ебаный топи дух тут тяжелый вот у крестьян мозги гниют а самая пешачка пробежимся хорошо по свежему воздуху скоро ты сам убедишься что ведьмы существуют куда терят какие-нибудь старухи безумные людям головы морочат она с ними осталось потому что сердце у нее мягко она всегда так короче куда не надо все наберете не вскоре видов задание там только нападение на тебя какие-то и не знаю там нет такого как на нас напали как фоллауте не кого нет плеча я нажимаю так господи блять ушава рон давай я что творит так 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 все 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 марон тогда нормально я чуть-чуть поджег тебя шоу как ты выжил не убегать от них окей жестко так что мне то надо я хотел я хотел еду поставить нормально да зря мы сюда полезли бы они просто три дня идут ладно господа шевелитесь покажем этим тварям не барон нанес урон типа немного но был урон добыл типа у них же серебряные моим ниже обычные меча у меня серебряные все дела я типа батька в этом убийство монстров так бабка которая к кешками к бросается ловите парни сейчас уходите зачем ты ее трогал братан она же горела то есть вы боитесь колдовства но блять водной бабы не боитесь да так господа мы пойдем блять ребят 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 идем бля барон ну давай камон ну барон ну близки погублен пас файдингом да не ахая пошли эти говорю все поиграно так и закончилась история барона придержи так плотва давай вытолкнем его нет вечно я и ттф нажимаю теперь я понял откуда и где мы все все пойло делать ардом попробуй написано что я не могу атаковать эту цель лада короче барон догонишь вот эти охотники на видим для как они 360 делаю за жесть какая-то обороны все это пошли наверно ведьма у это живу дочь сколько отец тебе заплатил думаю тебе нечего бояться ты же привела с собой друзей и я не боюсь вечный огонь меня защитит от меня и защищать не придется тамара доченька вернулась все таки дай-ка я тебя обниму не подходи я приехала за мамой ты бы так и оставил гнить ее на болотах а ты думаешь что я тут делаю я возвращаю ее домой вот уж нет ты ее большие пальцы не тронешь никогда можешь обижаться на меня я был не лучшим мужем и отцом да ты еще и блять не лучшим был путеводителем я тебе так скажу он хочет найти жену я не буду мешаться ваши дела лучше найдем она перестаньте ссориться надо найти она истинно говорю вам гнев не доведет вас не до чего иного кроме погибели этот мужик мне нравится а ты кто такой чтобы спрашивать халять он мне уже перестал нравится этой пьяной свиньи это не касается тамара значит ты с ними теперь может еще величим собственного отца повесить или под пытки отдать ты мне не отец и мне все равно что с тобой станет напомню что у нас есть дела ведьмак поможешь нам затем я пришел я потерял пятерых людей и не знаю чего еще ждать в этом проклятом месте не стоит терять то есть охотники на ведьм потеряли людей их убили эти как того что мы еще живы обыскать деревню утопцы вот это вы крутые чуваки я хочу сказать прям элитный отряд для шляпы шляпы какие нашу не на голове это же жопа какая-то нет они же охотники на ведьма не на утопцев верно подмечена оттерла все давай-ка назад грязнуля пряника кусок свеженький горяченький мама вот и ты свежий как цветочек бей меня вышло слишком мало я надкусила проверить крепкий ли я просила молила мама это я ты узнаешь меня что с ней такое я же сказала что все сделаю дай-ка сюда я протру все начисто татру мама что-то приближается готовьтесь что это было он вески что-то я не счастлива вот это прикольно это очень такой эффект да надо было на призывы что-то подобное взять для утопцы серьезная такой опция орали это она она барона этого глушили просто братанте нормально так все очень занято до помощь конечно блять от тебя не жди капитан все чип да зачем ее потушили придурки а вот и он это без были наружу очень потушите придурочные где моё хп мужики забилы что-то наш дозорный закончился походу дозорные правильно правильно ослепи их всех и сама гори мне нравится ход твоих мыслей от тебя от тебя от тебя так без есть что-то барону как-то плохо по моему а полутать ну это было похоже без ведьма нас почуяли и послали его за анной проклятые ведьмы мало не нам зла причинили хватит я забираю ее это моя жена и она вернется со мной домой я буду рад если ты поедешь с нами не прикасайся к ней мы обе уезжаем из этого проклятого места она больна слабо куда ты собралась да это был в минус 285 раздает пощечина Надо забрать её в безопасное место. Блять, а если я тебе такого не скажу, дорогуша? Они теперь пропали. Всё это оставила на ней след. То есть ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу её к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания. Стоит попробовать. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательства перед церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернёшься со мной в Оксинфурд. Ты сказал, что спасёшь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой! Знаешь, что он с ней делал! Он уверяет, что изменился. И я вижу в нём настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнём. Не бойся. Всё будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря. А когда он её исцелит, мы тебя отыщим. Поклянись. Клянусь. Блядь, вот может нравиться вам... Не нравится человек по прическе? Вот я вот не могу понять. Это типа норма. Мне... Я её... Она меня настолько сильно бесит из-за этой прически, что я не могу не сопереживать вообще никак. Просто максимально. Что это, блядь, такое? Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ. Неважно, кто даёт заказ. Важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи. Только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать своё дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелёк и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что Ведьмак станет защищать их от них самих. Чё-то за откровение от Геральта. Спасибо за помощь, Ведьмак. Несмотря ни на что. Да, хранит и направит тебя в вечный огонь. Спасибо. Прощайте. Чё-то за... Хе-хе. Чё-то за приём был? Так, а где я беса-то убил? Это водная баба. Утопец? Блин, погодите, а где? Где бес ты? А, вот это, наверное. Помёт беса. Сюда, в карман. Хорош. Братан, я смотрю, ты прям очень занятой, молодой человек. Прям... Прям вообще... Искусственный интеллект прям над тобой поработал. Понимаю. Так, скольких мы потеряли? Шо это такое? Это голова лошади? А, это мужик лежит. Патрулируй мост, происшествий нет. Дозорный. Ну да, это ж он и есть. Чё-то как-то... Меньше у нас всех стало. Может, правда, тут большинство людей были бароновские. Я как-то даже не заметил. Так, ладненько. Ну что, с этим всё, покончено. Короче, чат, я предлагаю на сегодня заканчивать. Вот так вот поиграли. Вроде бы неплохо. Сегодня даже не было очень много душки со стороны пасосов. И это прям приятно, потому что Ведьмак хоть проходится. Сегодня мы на основной квест даже попроходили. Вот. Я думаю, завтра продолжим играть Ведьмака. Я, собственно, анонс ещё сделаю в ВКонтакте и в Дискорде. Всё как обычно. Если что-то поменяется, то я там напишу. У нас был тяжёлый день. После боя все... Так точно! Что ещё хотел сказать? Ну, короче, не знаю. Я, на самом деле, сегодня не особо удовлетворён прохождением. Потому что всё-таки... Ну как? Ведьмака хорошо поиграли. Интересно. Реально сегодня было много всего интересного. Но как-то после такого долгого перерыва хочется всё-таки, наверное, не с Ведьмака начинать. Потому что это всё-таки интерактив. А в интерактиве тяжело слететь за чатом иногда. А иногда чату тяжело это всё наблюдать. Вот. Поэтому посмотрим. Может быть, завтра что-то другое будет. Но, скорее всего, Ведьмак. Вот. Всё, ребят. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Будьте здоровы. Всем хорошего вечера. До завтра. Пока. Пока. Пока.